Сотни участников со всей страны, месяцы тренировок и только 5 минут на игру, один на один. Вы смотрите программу Connect и мы на King of the Rock. Второй год подряд Россия принимает участие в международном чемпионате по уличному баскетболу в формате 1 на 1. Девушки и парни собрались в Казани для того, чтобы доказать, кто действительно умеет ладить мячом. Ростовчан немного, всего двое, но есть все шансы на победу. Рядом со мной участник из Дростово. Тимур, привет! Здравствуйте! Думаю, многих интересует, какой у тебя рост? 2 метра, ровно. Слушай, расскажи, пожалуйста, как тебе здесь, насколько долго ты готовился и насколько сложно играть? Ну, прибыл я позавчера. Готовился в течение двух недель после финального матча в Затопов-Заткарамиде в городе Краснодаре. Я прополучил путевку вместе с Ильей Александровым. И после этого сразу же это все было подготовки. Ну, тяжело, конечно. Не в своем городе, как бы, ну, это не что. Потому что, когда ты выходишь на площадку, ты об этом не думаешь. Думаешь, как бы, о сопернике, как бы, обыграть и вынести себе, наверное, просто результат. В общем, даже хорошо знал из-за первого оппонента. К сожалению, не повезло в концовке. Уже поздно начал вернуться в игру. Ну, скажи, очень много ребят, которые играют уже давно в баскетбол, как и ты. А в чем же здесь все-таки сложность? И как можно добиться успеха, играя один на один? Тут много игроков равного уровня. И каждому ты должен по-особенному настраиваться. Каждому находить свою игру. Садим, ты можешь там потолкаться в друге. Ты можешь делать пару триблингов и атаковать по скорости. Очень вот мы игроки, мы игроки, Андрей Материнец, Материнец, товарищ по команде, мы играем здесь, как бы, раньше. В общем, когда я работал, пока мы там в команде, поэтому... В этом году не получилось, а будет в следующем году. Будешь принимать участие? Я еще подумаю. Страсти накаляются, здесь действительно становится жарко, участники выбывают. Вадим, скажите, насколько сложно судить эту игру и в чем особенности? Судить на самом-то деле сложностей больших нет. Все судьи опытные, правила ненамного отличаются от правил стритбола. А особенности в том, что играют один на один, некому отдать пас, не с кем разыграть мяч. Надеешься только на себя и цель одна – победить всех. Как вы оцениваете подготовку участников? Насколько они профессиональны? Я не берусь говорить о профессиональности подготовки самих участников, но победит здесь тот, у кого будет больше сил физических, у кого будет более точная рука и тот, кто будет желать больше всех победить. То есть нужно быть выше всех, сильнее всех и так далее? Насчет выше не согласен, потому что мало да удал. Еще один представитель Ростова – Александр Калачинсков. Ему удалось обыграть одного соперника, но вот со вторым возникли трудности. У меня просто нет слов. 13-2 не в нашу пользу, Ростов не идет в финал. Саша, расскажи, как так вышло, что случилось? Ну, соперник просто превосходил во много, на много раз в габаритах и в технике игры под кольцом, что и привело к такому результату. При таком ветре, с моим стилем игры, от броска, очень тяжело играть, тем более защищаюсь против такого высокого, крупного игрока. Ну, что сказать, казанцы действительно такие ребята оказались бравые. Ну, ты на финал-то пойдешь? Конечно. За кого болеешь? Я еще не определился, если честно. Отойду и выберу для себя фаворита. Ну, как думаешь, что с таким соперником, что можно было сделать? На что ты мог бы надавить? Его можно было забросать, но опять же, при таком ветре это очень тяжело сделать. Когда ты бросаешь, и мячик просто сдувает, это просто удача сегодня не на стороне Ростова. Скорее всего, так, да. Казанцы просто привыкли к таких погодным условиям, видимо. Вот точно, кто знает, как победить. Это финалист прошлогоднего конкурса. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вам это удалось? Секрет есть какой-то, талисман, быть может? Ну, наверное, все-таки это подготовка. Длинная подготовка, режим и тренировки. Вот, собственно, успех, победа. Ну, вы понимаете, насколько это сложно. Действительно ли это так? Действительно, это очень сложно. Здесь нужно быть очень выносливым. Да, ты отдаешь все силы на атаку, потом нужно еще все силы отдать на защиту. За каждый мяч нужно бороться и до конца идти и все свои силы отдавать победе. Всего пять минут, этого достаточно? Достаточно. Если ты в хорошей физической форме, для тебя это вполне достаточно. А как вы оцениваете сегодняшнюю подготовку участников и вообще состав? Состав хороший, но кто как бы слабее, он сразу и отсеивается в первых же играх. Как бы еще не было такой, как бы, заруб, то есть очень сложный пыль, когда соперник встречается, вдруг они играют в очко в очко и все решается в последних секундах или в овертайме. Пока вроде еще ни одного овертайма не было. Как вы думаете, кто победит из какого города? Ну, тут трудно сказать. Тут до финала дойдут самые лучшие, а там, тем более, финал будет проходить в закрытом помещении. Это может многое дать. Погодные условия очень влияют. Конечно, здесь ветер, солнце бросает трех очков, ветер просто издувает, мяч долетает до кольца. А там этого не будет, будет проще. Какие три составляющие для победы вы назовете? Хорошая физическая форма, верить в себя и в поддержку друзей и болельщиков. Ну что ж, а мы перемещаемся на финальную арену. Культовая площадка Казани, концертно-развлекательный комплекс «Пирамида» превратилась в настоящий баскетбольный ринг. Это King of the Rock и это финал. Совсем скоро мы узнаем, кто получит самую главную корону. Здесь решают секунды. Давайте посмотрим. Дмитрий Незванкин из Казани и Станислава Федотова из Москвы завоевали почетные титулы победителей. Но это еще не все. Впереди международный финал, который пройдет на загадочном острове Самосана, Тайвань. Итак, Казань едет в Тайвань. Дмитрий, ты просто король баскетбольного мяча. Тяжелая награда. Как тебе вообще? Да, награда очень тяжело далась. Было очень сложно играть со всеми соперниками. Все очень достойные ребята как бы. С некоторыми приходилось немного хитрости там какие-то проявлять. Они, может, даже обижаются немного на это. Вот. Ну, было очень сложно, но я смог выиграть. Я очень рад этому. Ну, теперь ты King of the Rock. Вот король. И какое будет твое первое наказание? Точнее, не наказание, а такой указ для всех, кто играет в стритбаскет. Какое? Занимайтесь баскетболом. Это лучшая игра с мячом. Это однозначно. Играйте в стритбол. И всегда, ну, как, надейтесь на лучшее. Всегда у вас все получится, если очень хотите. Я вот очень хотел сегодня выиграть. У меня все получилось. Сколько готовился? Сколько вообще занимаешься баскетболом? Занимаюсь баскетболом с 11 лет. Вот. Ну, к этому турниру особо не готовился. Знаете, ходил на площадку с друзьями просто баскетбол играть. А так, что прям с кем-то спарринге играть один на один такого не было. Просто играл в свое удовольствие. Я, ну, очень хотел, конечно, сегодня выиграть. И у меня все получилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!